Все профессии важны. Проект с таким названием стартует на нашем канале. С сегодняшнего дня мы будем еженедельно рассказывать о тех профессиях, которые могут освоить школьники и студенты Уссуриска. Сегодня у группы ребят возможность почувствовать себя военным и спортсменом. Эти мальчишки – будущее электрики и машинисты. Сегодня им предстоит поиграть в пинбол, как награда за победу в конкурсе первокурсников. Это только на первый взгляд беготня и перестрелка шариками с краской. На самом деле идея гораздо глубже. Это проект спортивный. Называется Уссурис – город чемпионов. Цель этого проекта и смысл этого проекта в том, чтобы наши подростки, наше подрастающее поколение встретилось со своими чемпионами. То есть приезжают различные молодые, взрослые, пожилые чемпионы различных видов спорта. То есть они популяризируют свои любимые виды спорта. Там, где они достигли каких-то высот. Скромный с застенчивой улыбкой. На счету Сергея Ермакова не один десяток побед. Перед тем, как мальчишки ринутся в игровой бой, юноша расскажет про спарринги, вполне реальные на ринге. В спорте школьник около 10 лет. Мне 14 лет. Я представляю федерацию КОДО Уссурийской. Занимаюсь я под руководством Рубина Александровича 2015 года. Упорство и труд берут города. Ну а теперь добро пожаловать на поле игрового боя. Но для начала гражданский наряд меняется на воинский мундир. И спецоружие каждому в руки. Внутри шарики с краской. Задача выманить противника из засады. На операцию не больше 10 минут. Игра мне нравится. Я потому что до этого никогда не играл. Как бы очень интересно, завлекательно. Как ты думаешь, в этой игре что-то есть от профессии военного? Да, все и абсолютно все. Полностью тактика, умение стрелять. Но как бы тут не умение стрелять, то что она точно не летит. То что надо выситывать примерно. Куда целиться, все вот это считать надо. Первый блин почти комом. В перерыве есть возможность выстроить тактику боя. Небольшой, но опыт уже имеется. Теперь они более мудро подходят к делу. Окунуться в вазы воинского дела такой возможностью уже воспользовались около 200 школьников и студентов нашего города. Если ты не придумаешь какую-нибудь тактику, а будешь ходить там где-нибудь, просто ходить и стрелять по всем, то тебя просто попадут и все, и ты уйдешь. Я для себя взял, что надо тренироваться как-то, поднимать свою силу. Спорт важный элемент в жизни? Конечно. Безусловно, важный элемент в жизни. Я занимаюсь спортом, да. Проект рассчитан на 800 парней и девчонок у Сурийского округа. И кто знает, возможно, кто-то, побывав на такой тактической игре, выберет для себя спортивное будущее или пойдет родине служить. Главное, чтобы дело выбрали по душе. Ольга Муравьева, Роман Адонин, Телемикс.